Здравствуй, дорогой друг! В этом видео покажу, как с помощью технологии декоративного хромирования сделать из медного золотой православный крест по оттенку, ничем не уступающий настоящему золоту. Как это видно на конечном результате? Преимущество этого способа перед настоящим золочением в том, что эта технология более простая и доступна. Для примера купил в церковной лавке медный крест за 500 рублей. Закрепил крест для удобства проведения всех работ по металлизации. Удобный способ подвешивать на крючок на цепочке. Первым делом подготовил к нанесению базового лака. Обезжирил поверхность, обезжириватель, бензин, калоша или нефраз по-другому называется. Следующий этап нанесения базового лака, на который будет наноситься зеркало. В качестве базы используется лак двухкомпонентный для автомобиля или ему подобный. Нанесить можно любым краскопультом для этого предназначенного. Пару слоев будет достаточно и отправляем на сушку. После того, как высох базовый лак, его следует подготовить к металлизации. То есть сделать так, чтобы лак смачивался водой, ровной пленкой, а не скатывался в капли на поверхности лака. Один из способов, кроме пламени горелки, это смачиватель на основе кухонных ингредиентов. Это растворимый кофе, лимонная кислота и уксус. Обработав таким раствором поверхность лака, можно добиться смачиваемости поверхности лака. Смачиватель смываем просто водой, потом теплым раствором гидроксида натрия с губкой, потом смываем просто водой с губкой и в конце промываем дистиллированной водой из распылителя. Далее продолжаем готовить поверхность к металлизации. Не давая высохнуть поверхности после смачивания, обрабатываем раствором активации поверхности на основе дистиллированной воды, двухлогреста у олова и кислоты. Кислота любая на выбор, соляная, серная или уксусная. После обработки поверхности активатором смываем дистиллированной водой очень тщательно, чтобы не осталось кислоты, тогда как олова закрепляется на поверхности, хоть это не видно глазом. Олова служит как основа для осаждения зеркального слоя. Не давая высохнуть поверхности после активации, сразу же приступаем к металлизации. Распыляем растворы металлизации, серебрильный раствор и восстановитель. Серебрильный раствор состоит из дистиллированной воды, азотнокислого серебра, гидроксида натрия и аммиака. Восстановитель состоит также из дистиллированной воды, глюкозы и формалина. Распыляем специальным распылительным раствором декоративного хромирования, металлизатором, на основе электрического краскопульта. Растворы подаются одновременно, смешиваются и происходит реакция осаждения металла. Так неизрачная поверхность приобретает зеркальный вид, что выглядит очень красиво. После окончания металлизации хорошо промываем все дистиллированной водой, сдуваем остатки воды воздухом и отправляем сушиться. После сушки металлизированного слоя наношу защитный лак с добавлением пигмента под ювелирное золото. Это смесь пигментов желтого и красного в соответствующих пропорциях красок кэнди. С лаком разводится в пропорциях 1 к 45, то есть 1 часть пигмента на 45 часть лака. Например, 4,5 мл золотого пигмента на 100 мл лака. Наношу пару слоев с сушкой в 10 минут между слоями и отправляю сушиться. В результате получился золотой крест. В заключении хочу сказать, что освоить технологию декоративного хромирования не требует сверхусилий и больших талантов. Все давно изобретено и проверено опытом. Для облегчения и освоения технологий есть доступные для понимания и цене видеокурсы по технологии декоративного хромирования. Есть материалы и оборудование, тоже доступные по цене. Все это вы найдете на сайте shopchrome.ru. Ссылка в описании. Также у вас есть прекрасная возможность получить неограниченное количество личных консультаций по декоративному хромированию в любое время, кроме ночи, конечно. Достаточно стать спонсором канала Chrome Info и всегда получите информационную поддержку, пока не научите искусству химической металлизации. Это занятие приносит глубокое удовлетворение, так как делаешь очень красивые вещи, которые никого не оставляют равнодушными, глядя на такую красоту. Кнопка стать спонсором находится под видео. Хочу добавить, что количество спонсоров ограничено, как бы мне этого не хотелось, но физически с большим количеством человек не смогу работать. Так что если вы решили быстрее научиться металлизации, станьте спонсором канала прямо сейчас. Буду очень благодарен. Всего хорошего, до встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok